Георгий Победоносец – один из самых почитаемых святых в православном мире. Великомученик пострадал на самой заре христианства за то, что открыто исповедовал эту религию. С IV века имя великомученика Георгия окружено особым почитанием. И люди обращались к нему с тех древних времен еще с молитвой, прося его заступничества, помощи. В Георгиевском храме города Видное в день престольного праздника особенно торжественно и красиво. Божественная литургия в честь небесного покровителя была окутана удивительной теплотой, которую ощутили все прихожане. Мы со своими просьбами, мольбой, чистыми помыслами просим защиты у него для наших защитников, в первую очередь, которые проходят специальную военную операцию. Поэтому это для нас вот такой праздник не только престольный, но еще и более свят на, скажем так, ценности, ценен сегодня. Этот праздник для нас, конечно, очень значимый. Значимый тем, что мы считаем, что это покровитель нашего городского округа, что мы встанем под его защитой. А это так нам сейчас нужно. Маргарита Пантелеева каждое воскресенье посещает храм Георгия Победоносца. На праздничную службу видновчанка пришла вместе со своей подругой. А сегодня такой торжественный день. Все мы рады, что у нас столько лет у нас мир. И мы болимся о том, чтобы Господь и Георгий Победоносец защитил наших воинов. И чтобы у нас в стране был мир, благополучие, счастье и процветание. В день памяти святого великому ученика Георгия Победоносца, защитника русских воинов, чествует ветеранов боевых действий и участников Великой Отечественной войны. Для нас, видновчан, сегодня также особый день, потому что и храм в центре города, центральный городской храм, построен в честь великому ученика Георгия в память подвига нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Так и сказано об этом и на плите, который висит при входе в храм, так и сказано об этом на главном колоколе. После праздничной службы состоялась традиционная церемония возложения цветов на Аллее Славы. В ней приняли участие представители администрации, сотрудники полиции, депутаты и жители города. После молитвы о погибших воинах была объявлена минута молчания. Далее все участники мероприятия с искренней благодарностью и уважением возложили цветы к вечному огню. Сотни красных гвоздик в память о тех, кто ценой жизни отстоял рубежи нашей Родины в годы Великой Отечественной войны и подарил мирное небо своим потомкам. Наталья Буслаева, Кирилл Ванов, Гюльнара Балаева, Видное ТВ.